здравствуйте с вами канал максимадзе и сегодня мы будем играть в как достать студента переполох в общаге меня давно просили и я наконец-то решил это показать собственно говоря этот клон когда с соседа я проходил очень-очень давно много лет назад причем я проходил его целиком но с того момента я запускаю ее впервые того момента поэтому мало чего здесь помню мы не пройдем за одну серию всю эту игру возможно я ее буду проходить скорее всего наверное вот когда с этот 3 когда седа 4 проходить совершенно не охота потому что и ну все таки я не могу играть в игру которая мне не нравится не могу это у нас титры загружаются титры с анимированием картинками короче говоря сегодня такой сегодня я поиграю впервые за это много лет по вспоминаю чё попробуем сколько-то уровней пройти но поехали сегодня у соседа самый обычный день каникулы и он придается сну только иногда выходя на кухню чтобы поесть мюсли поможем проснуться соним да как хорошо мне не мне не нужно самому читать описание до 14 уровней здесь у нас поехали привет я обычный студент круто наш персонаж умеет разговаривать до окончания моих летних каникул всего две недели надо бы как следует отдохнуть вот только мерзкий сосед по комнате никак не дает не расслабиться днем он спит похрапывая а ночью голобродит с меня хватит я выхожу на тропу войны вы будете управлять студентом с помощью мыши поместите курсор в ту точку экрана куда вы хотите идти и нажмите левую кнопку мыши перейдем для начала к зеленой стрелочке слева от нас до говорящие обучение впервые такое в играх когда соседа сейчас например он идет на кухню перекусить ну и собственно говоря хорошо что нам читают потому что шрифт и не очень-то читаемый не на принципе разобрать можно но я уверен что не не всем он под силу короче наш главный герой и соседа это студенты это поняла только он как только они оба какие-то уродливые ну и собственно говоря многие на это жаловались пока сосед дойдет от той комнаты до кое-то можно успеть помыться сходить с друзьями в кино перекусить ходит он тут катастрофически медленно на экране помещается только часть уровня вы можете увидеть что происходит в других его частях подводя курсор мыши я уже это умею делать использую клавиши со стрелками прокрутите экран влево и спуститесь на этаж меня наводя курсор мыши на различные предметы вы можете увидеть их описание в текстовой строке внизу экрана пока сосед спит вы можете беспрепятственно проходить мимо него осмотрите стол в комнате соседа ага отлично на столе студент нашел упаковку канцелярских кнопок найденные предметы автоматически канцелярские кнопки вы а похоже на спички на самом деле сосед часто ходят на кухню чтобы поесть мюсли там то мы и сделаем первую пакость пока ничего не подозревающий сосед спит возьмите упаковку кнопок из инвентаря применяю теперь придется подождать пока главный герой дойдет но главный герой к счастью ходит намного быстрее спрятаться в шкафу собственно музычка на заднем плане это максимально спокойная ничего не подозревающий сосед идет на кухню за очередной порцией мыслей посмотрим как ему понравятся новые ингредиенты да сейчас опять будем полдня сидеть ждать пока он дойдет до этой кухни собственно говоря локация здесь огромная нам доступны только с каждым это с каждым уровнем открываются все новые и новые комнаты сейчас нам пока доступна только эта часть а действие происходит в общежитии в общежитии сосед очень вам лучше не попадаться ему на глаза пока он снова не уснет до спортом он занимается это очи что она занимается это очевидно что действительно лучше не попадаться ему на глаза вот наш главный герой это нифигашеньки не силен походу теперь приступим ко второй пакости для начала нам нужно достать игрушку из игрового автомата будьте готовы к мини игре да да такая же мини игра была в когда с соседа 2 а потом в третьей части но не не когда с 3 офис еще увидели здесь надо также держать если выйдет за экран то все это придется начинать заново обратно все сразу типа начинать заново и че-то удерживать то тут немного труднее отлично сосед панически боится насекомых посмотрим как ему понравится найти в кровати паука о его и надо быстро чтобы успеть спрятаться в шкафу ну давай шевелись быстрее как хорошо что тут шкаф у нас имеется а ну кстати да выглядит довольно таки реалистично паук такой никакого ограничения по времени здесь нет здесь стоит просто счетчик который показывает нам время нажимая на соседа и на главного героя камера подключается соответственно на того на кого мы нажимаем поздравляем вы устроили минимальное количество ну не сильно то он и испугался вы можете сейчас выйти и начать следующий день а можете довести соседа до ярости устроить еще давайте еще одно устроим только сначала вспомним что тут надо сделать ой стой 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 не надо я такая не помню какая там еще одна но сейчас в общем выясним что-то на кухне по моему надо сделать чашечку а содержимое аптечки давайте посмотрим рыбий жир ага его надо применить в это в чашку да музычка тут конечно от ну это максимально 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 спокойно и не веселит не веселая давай давай и быстрее а ну быстрее давай иди ё-моё тут сверху кстати за моей вебкой фпс показываются сейчас 70 фпс да я согласен анимации тут плавнее чем в когда соседа в оригинальной но все же они похуже все равно что-то я не я что-то не понял не сработало что ли ладно пока он идет посмотрим что еще тут счетчик то уже упал давным-давно вот этот ну и запах зато для здоровья полезно ну вроде все сделал почему пакости не сработало ну-ка давайте еще раз подождем может может сработает в этот раз может он одно действие сначала делает потом другое фиг его знает а если это не сработает то будем это завершать уровень нажав на эту кнопку потому что иначе непонятно что с этим надо делать а блин ладно давайте закончим уровень я понял надо кнопки было подсунуть опять чтобы ему захотелось взять чашку фиг с ним ладно сосед хоть и проснулся но делать ничего не хочет весь сонный и ленивый кто поиграет в бильярд то сядет перед телевизором и живет бутерброд с любимым арахисовым маслом давайте устроим ему отдых по полной программе давайте так открылся балкончик у нас ну локация довольно красивая тут не поспорю как всегда для начала вещи соберем окно телевизор здесь раз строить телевизор так это расстроить телевизор это как следал наверно сюда всем беги беги быстрее беги давай 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 беги 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 Depending у людей есть получилось узнать а а Turcateula им знаю о чем и сделали расстроенный телевизор расстроим телевизор Блин. А как понять, расстроен он или нет? Так. Мини-игра у нас опять. Короче. Идем в шкаф. И смотрим, что сейчас получится. Ах! Ну... Но некоторые пакости на самом деле прикольно выглядят, конечно. Но вот из всех клонов КДС-соседа, вот этих всех, мне больше всего... Мне больше всех понравилась каникулы олигарха, которую я проходил на канале, кстати. Вот меня также просили, как ДС-соседа 5 из России с любовью снять. Я бы его бы снял, но не... Не работает, да. Но не получается. Она виснет на загрузке постоянно. Сколько не устанавливай, не запускай. Причем виснет так, что это компьютер перезагружать. Такое приходится. Диспетчерам задач не отрубить. Программу. Не работает мышка, в общем, да? О, ярость сработала. Салютики откуда-то у нас сверкают. Отлично. Сосед сегодня весь день играет на компьютере. Изредка выходя, чтобы поиграть в йо-йо и зайти в буфет за комнат. И никак не хочет уступать рабочее место. Ну, не хочет по-хорошему, тогда... А чё бы он должен уступать рабочее место? Его же вроде бы это помещение. А где комната у нашего главного героя, кстати? Почему её нету? Ну вот, я тебе нафиг всё это обрублю. А-а-а, скотина! Не ожидал, что я такой предусмотрительный такой... Это... Приримчивый пацан, да? Я тебе сейчас всё пообрубаю. Так. Открылся этаж ниже. Да, я... Да-да-да-да-да-да. Я признаю, я Купленово только что спародировал. Если кто-то Халлун и Бруни его смотрел, тот поймёт. Нет? Крем для обуви? Ага. Так, я не знаю, куда сосед пойдёт после этого. Ага, компьютер отключён, да. Мэнтос. Клей. Блин, я... Боюсь, что не успею убежать. А, нет, успел. А-а-а. Так, этот балкончик недоступен пока. Или что это? Или балкончик, не знаю, что за помещение. Так, пока... Не получается, надо это. А, вот, сейчас можно пойти пока. Пока он идёт там за колой, можно... Склеить ему йо-йо-йо, или чё там надо сделать с ним. Попробуем клей применить. Ага, да. Так, кто быстрее? Кто быстрее? Да, всё-таки побеждает наш главный герой в этом поведенке. Кто быстрее? Хоть в чём-то плюс этой медленной ходьбы соседа. Хоть в чём-то есть плюс. Ну, а Мэнтос, я так понимаю, надо это в... В этот автомат, или куда там надо. Что-то я пока не пойму, куда надо Мэнтос. Здесь ничего... Нет, это не показывается. А, пластиковый стакан, ё-моё. Наверное, не пустой. Давайте в него подложим. Мэнтоса, наверное, в него и надо. Ага, да. Но, судя по голосу, его действительно тоже студент, блин. Ну, исходя из названия, как достать студента-то, чё я спрашиваю? Конечно, студент. Так. Давай, 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 давай. И пластиковый стакан с Мэнтосом. Но кола с Мэнтосом сработает очень радио... Ой, это, господи, как. Очень реактивно сработает. Мы же совали Мэнтос в колу в Хэллоу Нейбери. Во время битвы с боссом. Вот так вот. Там тоже бутылка улетела. Кстати, прям... Прям соседа. О, как хорошо, что я в шкаф всё-таки залез, а не сюда пошёл. Вот это я правильно сделал. Хе-хе. Да, это прям по кайфу получилось. Хорошо. Хорошо. Посмотрит передачу про самолёты, клеит какую-то модель у себя в комнате и запускает радиоуправляемый самолёт на балконе. Временами идёт на кухню попить чайку. Посмотрим, сможет ли его самолётик сделать мёртвую петлю. Хорошо. Посмотрим. Так-так-так-так-так-так-так-так. По традиции комод обыскиваем. Пультик. Тут ещё моделька с самолётиком. Открылся этот балкон теперь. Это хорошо. С каждым уровнем, походу, комнаты открываются. Так, чё бы тут можно взять? Ну и можно полезть и забраться туда, соответственно. Лазает он, конечно, очень офигенно. Ну, локация довольно-таки красивая. Понятное дело, что это сфотано. А, там... А, мы тут уже смотрели. Так, вот с... С чайком чё-то сделать надо. Видимо. Пила. Кресло подпилить? Вот куда шпильку надо, я не помню. Ножницы, наверное, сюда. Нет? Шпильку? И не шпильку. На попугайчике надо шпильку использовать. И что нам она даёт? А! Вот оно как. Ой! А, господи, это не та дверь. Я уж испугался, думал, сейчас проиграю. А, упал. Отрезать её надо, наверное. Точно. Ага, отлично. Вроде всё сделали, окей. Так, теперь ждём, когда сосед пойдёт запускать этот самолётик. Он... Он очень красиво, я думаю, улетит. Рожа. Соседа, это, конечно, жесть. Но, впрочем, это и у нашего главного героя. Это не сильно-то лучше. Так, открываю. Тут расписание какое-то, видимо. Так, ну вот это второй этаж, кстати говоря. А это третий, а это четвёртый. Четыре этажа у нас получается. Насколько я помню, вот эта белая дверь ведёт в спортзал. То ли в спортзал, то ли в раздевалку или в помо-спортзал. Тренажёрный зал. Так, ну и последнее. Как он с дырявой прихваткой будет чайник брать. Да, игрушка... Не, про это пройти можно, конечно. Она на самом деле томительная немного. Но локация действительно интересная. Всё. А, нет. Ещё не прошли уровень. Что ещё надо сделать? Я чё-то ещё забыл, что ли? Здесь-то всё сделано было. Ладно. Ладно, давайте закончим с этим уровнем. Потому что я не знаю, к этому последнее пакость. Подскажите в комментах обязательно. Следующий. Дальше. Сегодня у нас поселились новенькие две красавицы-первокосницы. Соседушка, естественно, сразу же решил за ними приударить. Бегает всё время к ним в комнату с конфетами и цветами. О, боже. Смотри, набегаешься. Ну, давайте посмотрим. Журнал какой-то. Так, ну, тут осмотреть по-моему нечего. Абсолютно. Где-нибудь. Ну, в всяком случае, я не знаю. А, он, блин, сюда идёт. Ящик с инструментами. Здесь что-то можно взять. Давайте проверим. Ещё одна комната, как видите, открылась. И там тоже балкон будет. Потом. Столик давайте проверим. Пер... Перец, короче. Ой, господи. Конфеты где находятся? А, на кухне. А, им совершенно пофигу, что я зашёл к ним в комнату, но у них нечего абсолютно взять. и сделать. Давай быстрее иди. Мне в ванну надо зайти. Что-то там есть. Фен. Ну, фен, наверное, отверткой надо. Давай-давай-давай, осторожно. А, и туалетную бумагу наперчить, конечно же, надо. Аптечечку посмотрим. Слабительная. Ага. А, я понял, куда мышеловку надо на журнал мышеловку положить. Ой, блин. Отстой, я же не успею добежать. Наверное. Хотя нет, успею, успею, успею. Хорошо, что я не стал применять его, а я точно бы тогда не успел. Так, ну, мышеловку сто процентов сюда. Что с цветами делать, я пока не в курсе. Вообще пока не в курсе. слабительная применяем. Ага, холодильник. Надо что-то с холодильника, наверное, взять, чтобы там на цвете что-то сделать. Сахарная пудра. Ну, это, видимо, цветы, да. Да, медленно проходим уровни, конечно, потому что, во-первых, я не припоминаю, только какие паксти, я же давно в это играл. Блин, а он, а он это, как, все время будет им цветы, что ли, таскать? Как им не надоело еще. А, поналетят жучки эти всякие. Пчелы. Или кто это, я не знаю. Уж, слишком уж они большие для пчел будут. Но я знаю, что пчелы любят сахар. Ой, этот сладкое любят. Осы любят тоже. А теперь цветочки. Так, теперь слабительного и туалетной бумаги осталось. Ну все, пять пакостей, да. Только сосед, как всегда, у нас идет долго. сахар. о я забыл про эту музыку ой кошмар я забыл что он когда бегает такая музыка врубается все прошли уровень и давайте закончим на этом короче сегодняшнюю серию я думаю мы пройдем это все таки целиком почему бы нет но на сегодня закончим получилось довольно таки долго да ну короче давайте закончим пока на сегодня прошли мы первые пять уровней и долго довольно таки то получить получилось сразу три соседа кстати на титульном экране ну и давайте как я опять же говорю заканчиваю всем спасибо за просмотр с вас лайкос подписывайся с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой стриминский нос подел вконтакте и всем пока